Книга «Открытым оком», том 2, тема «Потеряевка», вопрос 886. Когда вас и деревенскую общину оклеветали в газете «Московский комсомолец на Алтае», то как другие члены деревенской общины отреагировали на это? Никто из них не подавал в суд на газету? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Подавал староста деревни Барабаш Игорь Александрович из искового заявления Барабаша Игоря Александровича к МК на Алтае. Цитата. Я являюсь старостой деревенской общины поселка Потеряевка и по должности своей являюсь полномочным представителем и ходатаем по всем вопросам, касающимся восстановления поселка Потеряевка. Мне приходится иметь дело с представителями сельской, районной и краевой администрации и другими официальными лицами, фермерских, судебных и других органов. Имея подсобное хозяйство, я сбываю продукты животноводства и сельхоз, труда в различных местах края. Имею общение со многими людьми. Данная статья в московском комсомольце на Алтае 27 мая 1999 года злобно-клеветническая сугубо заказная, поносная. В ней все жители поселка Потеряевка, называемые газетой общинниками, выставлены на всеобщий позор, как сектанты, проклятые Богом, как безвольные сломавшиеся недочеловечки. Лично мне эта статья в МК на Алтае за подписью Федяева Де с карикатурой художника Курдюмова А. Изобразившего пустоголового черта с наручниками и плетью и с надписью над его головой «Община отца Игнатия» принесла мне большие моральные страдания, переживания и вред. И, конечно же, никаких никак не улучшило отношений с вышеуказанными представителями власти и с клиентами по сбыту сельхозпродуктов. И это я переживал неоднократно. Ядовитая статья в МК на Алтае унижает мое человеческое достоинство минимум как 16 раз по 16 параметрам. И особенно оскорбителен рисунок высмеивающихся жителей поселка Потеряевка и меня как члена и старосту деревенской общины и как члена Церковно-Приходского совета Свято-Анфиновская общины поселка Потеряевка и как ее законно укоположенного чтеца и как отца православной семьи. 1. Самое оскорбительное то, что меня называют септантом, так как вся община названа сектой. В действительности же я являюсь истинно православным христианином. Община наша принадлежит к русской православной зарубежной церкви и имеет официальную регистрацию в Краевом отделе юстиции и подтверждение Алтайским краевым судом от 13 июня 2001 года. 2. В статье утверждается, что я оставшийся жить в поселке Потеряевка и являющийся на сей день состоявшимся фермером, у которого 96 гектаров пашни, по утверждению газеты являюсь якобы сломавшейся, безвольной, подвергшейся обструкции. 3. В действительности же я совершенно самостоятельно принял непростое решение оставить город и поселиться на пустыре с нуля, самостоятельно начать строиться. 4. Я приехала с пустыми руками, с женой и владенцем. Сейчас у меня построен дом лично мною. 5. 100 квадратных метров, горячая и холодная вода, ванна, холодильники, кухонный комбайн, пианино, телевизор и прочее удобство. 5. Веранда 15 квадратных метров, хозяйственные пристройки для скота и птицы 220 квадратных метров, 5 дойных коров, а всего у меня 17 голов крупного рогатого скота, огород 30 соток со всяким овощем, сад, теперь у меня 4 трактора и навесное оборудование для обрабатывания 96 гектаров земли. 6. Гусеничный трактор, комбайн, УАЗ-452, машина Волга, газ 21, баня, колодец бетонный, начальная школа в поселке Потеряевка находится в лично мной отдельно построенном доме, 28 квадратных метров. 7. У меня 40 куриц, 50 цыплят, 30 уток, совместно с другим фермером построен крытый асфальтированный ток для очистки и хранения зерна, 504 квадратных метра. 3. Теперь у меня трое детей, жена Елена Анатольевна, работает учительницей здесь же. В статье утверждается, что Лапкин и Гнатий вовлекают весьма осторожно и вкратчиво, мягко стелет, да жестко спать. 4. Я протестую против этой клеветы, ибо я по собственной доброй воле приехал в Потеряевку, чтобы жить по-православному, по Библии, добросовестно трудиться, растить детей, защитив их от городской аморальности, наркомании, алкоголизма, разврата, преступности и прочих прелестей цивилизаций. 5. Федяев клевещет на меня, ибо мне никто ничего здесь не обещал, кроме трудностей, которые я и преодолеваю с Божьей помощью безропотно. 4. Восстанавливаемую с нуля деревню Потеряевку, ставшую родиной моим детям, Федяев называет насмешку колхозом. Мы с колхоза любили рвались убежать, а в Потеряевку же разрешается приехать по тщательному отборе. На 750 заявок удовлетворяет одну. Разрешение поселиться дается только тем, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. 5. Обзывание нашего детища поселка Потеряевка с ее чистым деревенским христианским уставом, колхозом, более оскорбительно для нас, чем для МГУ в Москве, если бы их назвали воровской малиной. 5. Что же тогда пресловутое мужское дело, риторически упрошает Федяев? Обрабатывать землю, растить овощи и живность и посещать церковь Лавкина? Это уже удар ниже пояса. Кто же кормит Федяева, Кордюмова и Дружинина? Те, кто обрабатывает землю. Я являюсь членом святой православной церкви, не московской патриархии, советизированной, но русской, зарубежной, царской, белой эмигрантской церкви, не поврежденной сотрудничеством с богоборческим сатанинским режимом коммунистов. А статья «Московский комсомолец на Алтае» называет меня членом церкви Лавкина, каковой вообще не существует на белом свете. И здесь Федяев Де и Дружинин Де умышленно клевещет уголовная статья 129, часть 2. На меня, что будто бы я верую не Христу, иду не за Иисусом воскрешим, а за Игнатием грешным. 6. Утверждение в статье о полном подавлении личности особо зримо подтверждается рисунком, где руководитель общины изображается в виде пустоголового черта библейского персонажа с плетью и наручниками. Каким же выгляжу я, член этой общины, чтет староста, если изображен как член тоталитарной бесовской секты? Что может быть унизительное для моего человеческого христианского достоинства? 7. Утверждение в статье, что в общине никто не смеет жениться без разрешения Лапкина Игнатия Тихоновича является тяжелой неправдой и унижает меня как старость общины поселка Потеряевка, не говоря уже о духовном руководителе Свято-Анфиевской общины поселка Потеряевка, фротерея Кими Лапкине. Да, в своем ли уме автор статьи тот, кто давал интервью, а не отказывает всем жителям Потеряевки лично мне в элементарных личных правах и свободе. Публикуя такой пасквиль бессовестных клеветников, газета должна сама додуматься до того, чтобы образовать вакуум вокруг них. 8. Из 11 семей, живших на момент написания статьи 27 мая 1999 года в московском комсомольце на Алтае за 8 лет со дня восстановления поселка Потеряевка, начиная с 14 мая 1991 года, там было сыграно 4 новых свадьбы. 9. Все 8 семей, имеющие малых детей в поселке Потеряевка, и лично я воспитываю их сами. У меня дочь Мария 9 лет, 5 класс сын Терентий, 8 лет 3 класс сын Иеремия 3 месяца. И за всю мою семейную жизнь ни Лапкина, Гнатет Ильич, никто другой не вмешивался в воспитание моих детей, а также и у других жителей поселка Потеряевка. Этим клеветническим утверждением Федяев с подачей клеветника Дружинина ДГ жестоко унижает мое человеческое достоинство. 10. Утверждая, что я якобы не самостоятельный отец и не глава семейства, а какая-то тряпка подпевала главарю тоталитарной секты раздавленная сломавшаяся личность. 10. В пункте 2 я перечислил то, что мне удалось построить своими руками и с помощью моих дорогих братьев. Статья же утверждает, что я не смею ничего делать так, как хочу и должен даже гвозди забивать шляпками вниз. Этой глупейшей ложи эти клеветники и кощунники Федяев и Дружинин Дмитриевы смеют меня перед всем миром, нанося мне тем страдания, как отцу, хозяину, фермеру. Сами же Дружинин и отец Геннадий Петрович и сын Дмитрий Геннадьевич взяли у государства подъемные деньги на организацию фермерского хозяйства с учетом инфляции на 2001 год. 11. В нынешних ценах это около 600 тысяч рублей. И ничего не построили, не вырастили, не организовали. Но дурно истратили. Отец милиционер-пенсионер все время пьянствовал. Избежали из поселка потеряевка, как воры и клеветники. Этим своим поступком они принесли великий позор для христианского поселения и укор нам даже от безбожников. 11. В статье клемят нас, меня, как жестоких людей, уморивших жаждой фермеров, кавычков, дружинина Геннадия Петровича. Это утверждение Федяева «Дикая ложь». В действительности же дружинин Геннадий Петрович постоянно пьянствовал, приставал к нам, чтобы мы уважали его, клеветал на нас, угрожал лично мне, приходя ко мне во двор пьяным. В статье все перевернуто с ног на голову и выставляют и меня, жестоким и немилосердным, жаждущим и испить водицы к ляузнику. В деревне есть открытые любому колодцы с указателем у дороги, где и на каком расстоянии этот колодец. И отдельный колодец для всех открытый всем, за 500 метров от сарая дружининых в лагере станет. 12. В статье утверждается, что в общине все вынуждены подчиняться Лапкину Игнатию Тихоновичу и вставать в 4.30 утра. Это есть ложь. Я всегда встаю в 6 утра или даже позже, чтобы только успеть подоить 5 коров. Мы ложимся спать поздно. Я свободен был всегда ложиться и вставать, когда хочу. Утверждение статьи с подачи дружинина Дмитрия унижает всех, и особенно меня, как старость у терпящего якобы тотальное вмешательство Игнатия Тихоновича в личную жизнь. Жители и их сон. В действительности Желапкин Игнати живет в Барнауле, а летом 3 месяца находится в детском лагере Стани. Я его вижу только изредка, когда бываю в лагере Стани, где он проводит божественные занятия и в церкви. И когда я зимой бываю в Барнауле, заезжаю к нему отобедать и отдохнуть. Мы братья во Христе. И далее, втаптывая меня в грязь, тоталитарные секты Федяев Де и дружинин Де утверждают, жизнь потеряевской общей напоминает жизнь тоталитарной секты. Свободную, чистую, трезвую жизнь мою безбожник Федяев Де и еретик дружинин Де вкупе с художником Курдюмовым, а живописует всему миру, как жизнь сломавшегося, никчемного, слабовольного, находящегося в тоталитарной сектке. И что я попытки не делаю вырваться из этого дремучего рабства, тирании одного диктатора. Эту газету читали мои родные и знакомые и могут читать дети и внуки. Наглое смеяние меня в статье глубоко возмещает и оскорбляет мое человеческое достоинство. 13. Разносолы непредусмотрены. 14. Московский комсомолец на Алтае с подачи дружинина Дмитрия всему миру являет меня сломленным сектантом, которому есть-то вкусно не дают. В действительности же у меня всегда есть мясо животных и птицы, молочные продукты, мед, разные овощи. Своя мука и прекрасные изделия из нее. 14. Статья же убеждает всех, что я слепой, заморенный, голодный. На наших столах бывает иногда до 20 кушаний. 15. Если у кого уж и не были предусмотрены в Потеряевке разносолы, так это у таких воров и лодорей, как дружинин Геннадий Петрович и дружинин Дмитрий Геннадьевич, у которых в «хозяйстве» не было ничего, кроме маленькой собачки. Они всегда искали по чужим дворам что-нибудь достать, купить. Зависть на чужой стол побудила их клеветать на всех нас и на меня. 14. Родственникам и знакомым категорически не разрешается приезжать. В действительности же мой дом в Потеряевке постоянно как заезжий двор. Мой отец приезжает ко мне 5-6 раз в год. Приезжают мать, братья и сестры с моей стороны, от жены, их дети, родственники, корреспонденты и главы администрации, и замы Сурикова, Тарабаев, Н.И., Куфаев, А.А. и другие. Статья же представляет меня жестоким и мстительным, злобным и бесчеловечным. За что так унижает меня дружинин Дмитрий Геннадьевич и Федяев, Д.А. Эта статья все еще наносит мне личное горе и унижение. 15. Угрозы проколоть шины. В действительности же так, как я имею свой гараж и мастерскую, только мне со всех сторон едут с полей, заклеивать проколотые на пашне шины. Статья же показывает меня злодеем, вредителем, как партизаны. Как это тяжело было читать и слышать на смешке свой адрес. Разве это не унижает мое человеческое и христианское достоинство? В глазах тысяч людей. На весь экран показывают вышеуказанную статью в московском комсомольце на Алтае, называя ее громом среди ясного неба, ссылаясь на нее как на абсолют истины. Крупно навязчиво долго задерживает взгляд миллионной аудитории на рисунке Курдюмова, пустоголовый черт с наручниками, кандалами и с рабовладельческой плетью и надписью, как бы на фоне алтаря. Я, Барабаш Игорь Александрович, являюсь членом общины Потеряевка. То есть я связан с силами сатанизма, руководен чертом, что может быть более оскорбительного и вызывающе наглого и дерзкого в отношении меня иску неверующего православного христианина. Предлагаю статьи о Потеряевке тех, кто жил, пил и ел в моем доме. Это корреспонденты СМИ района, края и из Москвы. Все эти статьи названы «еленьными прекрасами» в кавычках. Шестнадцатое. Нас, меня, показывают идиотами, что вот где мы нарыли бункеров, чтобы спасаться от гонителей, как христиане первых веков. Никаких бункеров потеряевки не было и нет. Да и смешно и глупо было бы надеяться в них спастись, если весь мир знает наше местонахождение. Другое дело, если бы мы надеялись чудно спасись от арт-обстрела китайцев. Но как может спасти бункер от антихриста, если выявлено свое местонахождение? Одним этим несуществующим бункером меня позорно унижают, представляя глупым и неразвитым, глумясь надо мною. Дружинин Дмитрий Геннадьевич сам напросился на интервью. Даваемый Федяеву имел цель помочь запутавшемуся в клеветах своему отцу, против которого было возбуждено уголовное дело краевой прокуратурой. Поэтому он не чурался никакой ложью. Дружинин Дмитрий Геннадьевич был членом Свято-Анфимовской общины, принявшим там крещение в озере. И он отлично знал, что в Потеряевке православная церковь, где есть священник, законно рукоположенный. Секты же называются «Люди, околовшихся от господствующей церкви, у которых нет священства». Уйдя в новоизмышленную харизматическую секту «Новая жизнь», успев перед тем побывать у католиков, Дружинин Дмитрий Геннадьевич умышленно клевещет на всех и на меня, живущего в поселке Потеряевка. Так, 17 марта 2001 года в программе ГТРК «Алтай» на лестничной площадке, ведущая Прокофьева И.В. Дружинин Дмитрий Геннадьевич вновь бессовестно клевещет на общину в поселке Потеряевка, где он не состоялся никак православных христианин, в их не раз отлучаем из-за грехи, плотолюбия и нарушения устава, и не состоялся как фермер. И вдруг нагло утверждает, что там живут не православные, а сектанты. Выступает как эксперт по религиям и поносит наш нежный, чистый устав. То есть в первую очередь меня как бессмертного старосту деревенской общины Барабаш Игоря Александровича. От жителей поселка Потеряевка. В газете МК на Алтае за 27 мая 1999 года была опубликована статья «Жизнь Потеряевской общины без еленных приказ». На основании закона Российской Федерации о средствах массовой информации, поскольку названная статья касается непосредственно нас, мы имеем право на ответ и просим опубликовать его. Сирахова, 21.31. «Наушник осквернит свою душу и будет ненавидим везде, где только жить будет». Статья написанная Федяем Дэ со слов Дмитрия Дэ бывшего члена православной церкви и общины, проживающего в Потеряевке. Эта лживая статья глубоко возмутила и оскорбила нас, жителей поселка Потеряевки. Какую цель преследовал Дмитрий Дэ, изливая свой яд на странице этой газеты? Что подразумевалось под еленными прикрасами жизни верующих людей? Мы требуем реабилитации в глазах читателей, потому что эта иезуитская ложь пачкает не только деревню общину, но наводит тень на название верующих во Христа людей, которые стараются жить чисто, свято, а нашу православную церковь называют в газете сектой. В начале статьи автор знакомит нас с Дмитрием Дэ, обрисует его светлый образ в кавычках. Но почему Дмитрий Дэ не называет своей фамилией, хотя своих оскорбителей и вербовщиков он называет по фамилии, имени и отчеству, называя адрес поживания? Мы постараемся пояснить этот вопрос. Дружинина Дмитрия Геннадьевича мы знаем давно. Пришел он в общину в 1992 году. Ходил на православные занятия по изучению Библии в технический университет. Что провело его туда? Автор статьи пишет, что в жизни каждого человека есть одно «но», то есть в момент, когда кажется, что ты всеми брошен, и покинут никчемен и чуть ли не пропащий. И неужели по этой причине товарищ Дмитрий попадался в христиане? Кто хоть немного знаком с православным учением, тот знает, что христианцы не ищут себя, а ищут спасение души, которое есть только во Христе и только в православии. Ищут креста, духовного совершенства, а не внешних эффектов антуража, бесплатных американских или еврейских пирожков, не общей седозволенности под личиной веры. Далее автор пишет, что тут-то и встречаются для человека разные пастыри-посредники между ним, то есть Дмитрием Дружининым и Всевышним, утверждающие о единственной правильности лишь их учения. Игнатий Тихонович проповедует не свою доктрину, как это делали Марина Цвигун, Белая Браса, или Порфирий Иванов, но чистое учение православной церкви, то учение, которое нам было передано от самих апостолов христовых. Которое было привито русскому народу князем Владимиром без малейшей примеси своего умствования в учении о спасении. Дальше автор прокатился, в кавычках, по многострадальной биографии Игнатия Тихоновича, где делает оговорку, перечисливая его тюремное мытарство. В кавычках, что в 80-х годах в свете демократии, когда любой, объявивший себя принципиальным антикоммунистом, автоматически становился популярным, тогда где судьба Лапкина видела многострадальная и героическая. Конец цитаты. А хочется спросить вас, господин Федяев, и вас, господин Дружинин, где были вы в то время, почему молчали в печати о беззакониях, преступлениях по отношению к верующим, о том, что церковь сотрудничала с органами КГБ и уничтожали по психушкам, морили в лагерях истинно верующих, честных, порядочных людей. Где были вы тогда? Почему за решетками оказывались такие, как Александр Исаевич Солженицын, Зоя Крахмальникова и другие? А вы, правдолюбы, в печати клеймели верующих клеветой. Не это ли вы делаете и сейчас? Игнатий Тихонович до основания потеряевки действительно прошел очень тяжелый путь. И не читая ему дружини на отец с сыном, ему пришлось испытать пять тюрем, лагер смерти, советскую психиатрию, которая мучила его 26 лет. Игнатия Тихоновича посадили за начитывание духовной литературы на магнитофонные ленты, которые они отсылали по монастырям, домам престарелых, сиротам, старикам и сотням верующих. За что он не брал ни копейки, спал по три часа в сутки, несмотря на усталость после работы, а работал на стройке, вечерами клал печи, засыпал, переступив порог своего дома, не раздеваясь. Живя в нищете, все отдавал ближним на дело Божие. Можете ли вы это сказать о себе? Когда о Боге нигде нельзя было говорить открыто, и он проповедовал на вокзалах, в музеях, в электричках о Боге, нес людям свет истине, за что его увозили в каталажку. Неужели ему ради тщеславия хотелось смотать срок в лагере смерти, и за окончанием одного срока накручивали другой, чтобы не выпустить, как особо опасного для государственного строя. Вы пишете, что Лапкин вовлекает осторожно и вкратчно, но, мол, мягко стелит, да жестко спать. В случае с Дмитрием далее повествует автор после нескольких проповедей за здравие, начались разговоры за упокой. Мол, парень ты неплохой, но запутавшийся, комплексов много, а вот со мной, отцом духовным, не пропадешь. Дмитрий бросает в институт. Здесь автор косменно обвиняет Лапкина и Гнатеки в том, что Дмитрий, подавшийся уговорам, бросает в институт и едет с потеряевку. Насильно никто никого никуда не тянул. Хочешь учить, хочешь идти работай. У нас в общине много юношей и девушек, которые учатся в вузах и которые уже их закончили. Сейчас работают по своим специальностям. Среди них есть юристы, врачи, экономисты, учителя, ветеринары и так далее. Двоечник в учебе, двоечник в жизни. Дружинин Дмитрий легко бросил учебу. Какова же жизнь потеряете? За слов Дружинина Дмитрия, цитирую, в работе от зари до зари на огородах и строительстве домов для общинников. Проповеди в церкви и полное подчинение Игнатию Тихоновичу Лапкину. Что это подразумевает? Практически полное подавление личности и тотальное вмешательство Лапкина в личную жизнь каждого. Жениться даже на своей общиннице, уж не говоря о стороннем человеке, без высочайшего благословения не смей. Воспитывать детей необходимо так, а не эдак, вплоть до того, что гвозди надо забивать шляпкой вниз. Разберемся в написанном по порядку. В том, что люди работают на свое хозяйство от зари до зари, хорошо или плохо. Когда вся страна пошла под откос, где людей отлучили работать в колхозах и сахозах, где и невыгодно было работать хорошо, как на заводах, где выше установленной нормы оплаты ты не получишь. А тех, кто умеет и хочет работать, пытается что делать, душить непосильными налогами. Проповедь в церкви, хорошо или плохо. Если бы наши священники везде учили и проповедовали, как должен, неужели бы было бы такое наводнение из-за моря к нам разных сект, как новая жизнь, иеговистов, и другой духовной заразы запивается, тонет в дно и разората наша молодежь. Наркомания в нашей стране процветает махровым цветом. А в нашей деревне нет ни одного пьющего, ни одного курящего. Сверно слово. В полном подчинении Игнатию Тихоновичу вы, дружине, наглее врете. Что значит, что Лапкин тотально вмешивается в жизнь каждого? Что он диктует, кому, сколько, и когда иметь детей, что держать? Пользуется ли он чьими-то благами в корыстных целях? От него пользуется, а он нет. Где было такое, что чтобы он кому-то запретил жениться, либо выйти замуж? Такого не было никогда. Для чего и с какой целью вы так мелко лжете? О том, что у Игнатия Тихоновича огромный опыт в воспитании детей, в этом у нас не сомневаются, и к его добрым советам они приказом прислушиваются. Он много лет занимается с детьми в пенитенциарных заведениях, 25 лет ведет в сельский лагерь, в университете ведет занятия по изучению Библии, еще проповеди по школам, училищам, институтам. К нему в лагерь привозят детей с надеждой на исправление, когда эту надежду потеряли родители школы. Девы видели, чтобы Лапкин кого-то заставлял запипать гвозди шляпками вниз, лжете, и так мелочно и глупо. Далее дружинин Дмитрий в своем повествовании рассказывает, что командный дух Лапкина не всем по нраву, кто-то начинает робко протестовать. Тут начинается настоящее бойкотирование, когда вокруг провинившегося образуется вакуум. Пример, отец Дмитрия встревоженный за судьбу своего чада решил поехать потеряевку. Построить летний дом и жить возле сына. В прошлом работник милиции, находящийся ныне на пенсии, предложил узнать у Тихоновича Лапкина организовать общественную милицию. Поначалу все идет хорошо, затем постепенно отношения между отцом Дмитрием и Игнатием Тихоновичем становятся все прохладнее и, наконец, заканчиваются открытым конфликтом. А если отец Дмитрий такой хороший человек, то почему ему объявляют бойкот, как-то не здоровается, во двор не пускают. Поначалу Дмитрий, поначалу Дружинин Геннадий Петрович объявляет себя сыном фермерами. Они взяли подъемные деньги у государства для организации христианского хозяйства. Потом Дружинины по сговору согласились организовать пчеловодство. Итого Дружинины обокрали родное государство на 505 тысяч рублей в сегодняшнем исчислении. Ни овещаного меда, ни грамма, ни зерна, полученных 2 гектара земли, бурьян, конопля, полынь, другой цели поселения, то есть эффективного фермера, как получить халявные деньги у Дружинина Геннадия Петровича и Дмитрия Геннадьевича не было. Чтобы завуалировать это жульничество, Геннадий Петрович, прокатавший единовременное пособие, сдает, продается своего родного огорода живность, морковку и другую мелочь, мешок от силы 2. Живет Дружинин Геннадий Петрович в городе Барнауле. В Потеряевке он появляется аж несколько раз, пока он едет картошку, протяпать несколько раз и убрать. Так для чего же Дружинин Геннадий Петрович большую часть года своей милицейской фантазии приписывает своему жительству в поселке Потеряевка? Попытка создать, видимо, что он живет в Потеряевке, фермерствует, дает знать властям о фермерстве и знает, что по закону о давности преступления уже не подсуден. Неприязненное отношение у всех деревни к пьянству Дружинина Геннадия Петровича и его пристрастием, амбициям, требованиям чтить его, бояться и уважать его деятельность. Какая же деятельность среди десяти дворов, где все верующие не курят, не матерятся, живут трезво, не воруют, не дерутся? Пусть назовет хотя бы одно дело свое по службе, свою бытность, Потеряевке дружинникам. Мы в поселке решили восстанавливать общими силами свои пруды. Кто отдал последние деньги, кто забил скотину, в общем, наскорбли деньги, пригнали из района технику, стали чистить пруды. В это время Геннадий Петрович, как в свидании трезвый, показав свое удостоверение, потребовал акт на работу и разрешение, говоря, а может быть, тут на дне зарыт стратегический кабель? Работы были приостановлены, техника ушла, пропали деньги. И было ли в этом принесено хотя бы покаяние, не говоря о материальном ущербе? Нет. Мало того, он звонит, пишет криминфические доносы на священника, на Игнатия Тихоновича, и при том регулярно справляется, где нужно, заведено ли уголовное дело на таких и таких. Какое уважение может быть такому человеку, когда никто ничего, кроме подлости, гадости, не видел от него и ничего доброго? Автор пишет со слов Дружинина Дмитрия, что Лапкин и Владик Тихонович запретил жителям давать ему воду из своих колодцев. Опять ложь. И вдобавок еще более нагло автор статьи обвиняет Лапкина в жестокости таких мер. Дальше автор говорит, что уголовщина и даже намеком на онную тут и не пахнет. Так, мол, обычное недоразумение, которое всегда можно разрешить мирным путем. Но Игнатий Тихонович на это не идет. Прокуратурой по заявлению Лапкина было возбуждено уголовное дело в отношении отца Дмитрия по якобы имейшей место клевете. Верх цинизма. Если бы у чеченцев, казахов, мусульман, где-либо их жители стал шпионить за ними доносить, то с него голову бы сняли с плечи такую гнусную подлость. А мы многое пытались с ним примириться, просили ни пить, ни подлечить. Из устава деревенской общины поселка Потеряевка пункт 28. Любой спор все решать здесь, на законном собрании, после беседы со священником и только после обсуждения на собрании можно получить добро на суд у внешних. Именно так сделали и мы все жители. Отдельно от лагеря Астана написал Игнатий Тихонович. От имени деревенской общины он имеет доверенность обращаться во все органы власти и суд по вопросам поселка Потеряевки. Присон следователь, который снял письменные показания жителей Потеряевки. Все они не в пользу Дружинина. Проверка показаний была не одна, а несколько тщательных. Геннадий Петрович Дружинин козырнул званием внештатного сотрудника, то есть свой я, на мне такая же форма, не трожьте меня, хотя я и хулиганю, но я ваш. Далее отцу Дмитрия было предложено писать в прокуратуру так называемое деятельное раскаяние, в котором он признался бы, что деда клеветал и оболгал, тогда Лапкин Игнатий на мировую идет, что Лапкин может воспользоваться этой бумагой в двух целях. Первое, простит Геннадия Петрович от вести этой бумажкой перед своими прихожанами, что ранее сказано Лапкине клеветая на ветвь, и во втором случае Лапкин может это признание положить на стол в прокуратуру, и тогда Дружинину грозит статья 306-я часть 2-я УК РФ заведомо ложный донос. Почему бы Игнатий Тихонович не иметь такого документа, господин Дружинин, ведь вы преследуете свою цель, забрасывая прокуратуру лживыми доносами, и его право получить удостоверение как в устном, так и в письменном виде. Все, что господин Дружинин стучал в прокуратуру, не подтверждается, уголовное дело по клевете ведется. О чем бы не знал Геннадий Петрович, но внутренний мир другого, его расчеты, ему ли знать видящему все через горлышко бутылки. Травлю чинил Геннадий Петрович Игнатию Тихоновичу деревушке уставу поселения, о чем он позаботился своими кляузами, с равным наушничеством, выужением сплетен, слухов, пересудов, вынюхивая, разыскивая слухи недовольных, спекулянтов, пьяниц. Далее отец Дмитрий неоднократно упоминал о частых угрозах свой адрес со стороны господина Лапкина я тебя растопчу. явление Божьего человека в адрес какого-то бы то ни было. По тексту газеты. Геннадий Петрович в своем доносе в прокуратуру слова растопчу и так далее приписывает случай, когда он остановил работу по очистке озера 8 октября 1997 года. Но там были бульдозеристы, они должны были слышать такой клик, когда техника была уже в бездействии и они стояли рядом с Геннадием Петровичем и Лапкиным. Слово растопчу не употребляется в лексиконе Игнатия Тихоновича. Это подтвердят сотни людей. Игнатий Тихонович сказал тогда, ну не сатана ли притащил вас Геннадий Петрович сюда? Не мешайте работать. И опять вы солгали господин дружин на свою несчастную душу. Зачем? Далее вы пишете, что Игнатий Тихонович цельный и напористый. Настолько, что его родной брат, отец Игнатий Тихонович даже собирается уехать из Потеряевки, говоря, что жить там, точнее, уживаться становится все тяжелее. Наш Игнатий Тихонович слава Богу живет и здравствует, окомляет нас и никуда не съехал от напора Игнатия Тихоновича и не собирается. А о том, что жизнь Потеряевки напоминает жизнь в тоталитарной сетке, это вы уже хватили через край. Вы основываетесь якобы на сведения бывших членов общины. Так вот, эти бывшие члены, в том числе и Димитрий, который находится в настоящей салитарной сетке «Новая жизнь», они добрые, чистые учения православия променяли на отвратительную блюотину ереси септ католиков и иезуитов, тех, которые сначала развратили нашу страну порнографией наркотиками, тех, кто с презрением смотрит на Россию, как на сырьевой предаток и кто с таким цинизмом, теперь учит нас спасению. Не знающим о сетке «Новая жизнь» просьба прочесть статью в газете «Алтайская миссия» 1999 года номер 4.5.70.71 за март под названием «Медико-психологическая экспертиза собрания секты «Новая жизнь»» автор Езерский В. «Психолог». Там дается полный анализ психологов-терапевтов о том, какая обработка ведется в этих сектах и каковы тамошние тамошние в кавычках прихожане. Ставится нам в вину, что мы встаем в 4.30. А что здесь есть от тоталитарной секции? Мы проспали в страну с несметными богатствами. В нашей деревне живут настоящие труженики. И чем раньше встанешь, чем больше сделаешь. Вы говорите, что разносолы, тем пачечи в угодья не предусмотрены. Но если за свои разносолы мы дружининых сейчас не приглашаем, так это не значит, что у нас нет праздничного застолья. Конечно, без спиртного. А дружинин младший был в общине, знает, что мы часто собирались за одним столом по-домашнему. Зачем даже об этом угадь? Далее дружинин сообщает, что в последнее время родственникам приезжать в гости не рекомендуется вход до угроз, проколоть шины автомобиля. Это наглая ложь. Родственники к нам приезжали и приезжают. А что дружинин называет бункерами? Непонятно, где он их увидел? Неужели наши погреба принял за катакомбы? Хотя с пьяных глаз чего не покажется. Некоторые, говорит дружинин, пройдя за какие-то провинности, обструкцию ломаются и остаются в общине. Во всем господь руководствуется постулатами Игнатия Тихоновича. Какую интересную обструкцию они проходят? И кем после этой обструкции являемся мы сломленные, в кавычках, жители Потеряевки? Ах, какой сердовольный автор статьи. Насломленную душу пожалел он. Если вы все такие плохие, так зачем вы мертвой хваткой держитесь в Потеряевке? Нормальный человек при таком пиночете по-вашему не должен выдержать обычной жизни. Из статьи ясно, что отец Димитрия, к слову, так и названный ни по имени, ни по отчеству, и так заботится о имидже Ирины сего стукача из Сексотофидяев Деппи. Приехал в зловредную сектантскую потеряевку, где невозможно даже священнику родному брату Игнатия уживаться. Приехал, чтобы быть рядом с сыном, помочь ему выжить, сохраниться среди изуверов и жестокости, среди ненавидящих их. Но вот уже и сын уехал в 1996 году навсегда бросить свое фермерское хозяйство, а отец на пустыре ютится, в сарае ночует, собирает с огорода картошку, пытается даже из Сомана домик построить, для чего нанимает пьяница в соседней Корчино. Так, там плохо в потеряевке, что не может выехать, хотя в городе имеет две дачи и две квартиры благоустроенных. Одним этим не обличает для себя дружинник, что им так уютно, комфортно среди истинно верующих православных христиан, что он не может надышаться благодатным воздухом благословенной потеряевки, что едет и едет туда до десятков раз каждое лето и везет туда родственников, желает бы умереть там, только бы не ехать в любимый преступный город. За восемь лет, не прожив ни одной зимы в поселке, оставлял там все под присмотром честных христиан и был уверен, что никто ничего у него не приберет к рукам. Вы, Дмитрий, повествуете, что у нас был священник из Рубцовска и признал нас секта. Это был не священник, а проповедник христианского центра ветмира, то бишь Замурская секта «Новая жизнь». И был он здесь не неделю, а один день. А дело братья Лапкин действительно делают благое, с нуля восстанавливают деревню, когда существующие разрушаются. В этой деревне нашли пристанище много семей, занимающихся хозяйством, обрабатывающих некогда пустующую землю. И чтобы это увидеть, приезжайте к нам в город, к нам. Господин Федяев, увидите все сами, мы все вам покажем без утайки, бункера, дочери в угодья не доведем, но разносолами угостим. Подписано Келячков Николай, Буртова Лидия, Устинов Андрей, Устинова Ирина, санитарка. Итого 14 человек. Человек.